Человек попал в трудную ситуацию, блядь. Я думаю, в какую трудную ситуацию, блядь, попал? Вчера пиздели, блядь, с ним, нахуй. Все норма у него, нахуй. Блядь, тоже пиздец какой. Да думают хуйню какую-то вообще, сидят в эту хуйню, верят, я в шоке вообще. Запомните мысли, не факты. Мысли, не факты. Бывают люди, но я не про Жожа сейчас говорю, которым вообще нахуй ваша помощь не сдалась, если честно. И вы тоже, блядь. Ну, чтоб вы знали просто на будущее. Вот так вечно свое жало, блядь, куда-то совать, вам просто в ответочку прилетит вот фраза «Иди нахуй от меня, не трогай, блядь». И ты охуеешь от жизни. И ты так перестанешь делать, я надеюсь. Но по поводу чего осуждать человека за то, что он общается с другими людьми, не будем на нее проецировать вообще в принципе. Но я много чего могу сказать про человека, который тусит, блядь, с какой-то компанией. Очень много, поверь мне. Это так и работает, блядь. Не человек, блядь, воспитывает общество, а общество, блядь, воспитывает человека. И все зависит от того, в каком обществе, блядь, он, сука, находится и растет, блядь. Если, если ты, если ты растешь, где? Ну, среди там, возможно, наркоманов. Еще кого-нибудь. То, блядь, наверняка ты нахуй будешь тоже, блядь, таким. Так влияет мнение у друзей стримеров, хотя некоторым по факту похер на него, никуда не зовут и не общаются, когда ему плохо. Бля, ну зато вот, ну, тут пиздатое общение было с видосиком, в принципе, блядь. Ну, мы же-то все так делаем, блядь, да? То есть, ну, если видим, что человек какой-то хуйней занимается, мы же сразу снимаем, блядь. Еще, блядь. Эй, если Жожа хоть при мне, нахуй, начнет хуй сосать, я не буду бежать, доставать телефон и снимать это, блядь, понимаете? Это его выбор, блядь, хочет похуй, я ему скажу в любом случае.